приветствую всех любителей волчьих цитат мы сегодня будем смотреть волчонка очень залетела эта тема у нас здесь на ютюбчике несмотря на то что казалось бы обычный сериал про нечисть заваривайте себе дворовые бичи а подтягивайтесь 10 раз отжимайтесь с вас в комментариях по одной аувской цитате ранее в сериале сказано слишком темно но мне кажется это был вот тебя укусил волк вас это наша новая студентка элису а что с тобой такое макон я могу видеть слышите чувствовать то что они не следовало бы видеть слышите чувствую чего тут делаете это самец образ вайб волчар ты пойдешь цену на вечеринку определенно да так это вечеринка или свидание может и то и то как и зовут элисон меня взяли нападающие меня свидание стояку я даже не мог подумать и вообще в моей жизни стало появляться что-то хорошее зачем ты пытаешься это разрушить кто это был охотники они преследуют нас веками мне так нравится как подобран этот актер у него прям лицо папаши охотника папаши насколько я вот думаю есть архетипы наверное персонажи есть архетип охотника папаши причем это не первый раз когда такие встречаются персонажи очень часто ну ладно у меня не так много воспоминаний таких героев но ты почему-то всегда его узнаешь это однозначно охотник папаши быть так такие почему-то когда ты его видишь он реально папа все сходится нету сопротивления а мне так нравится экспозиция знаешь когда ты ловишь немножечко солнышко она пробивается сквозь фигуру все девочки в девятом двенадцатом году завалены были паблики собственными там фотографиями работами и все ловили вот этот лучик через тело я не видел ни одну начинающую девочку фотографа которая не использовала этот прием он настолько набил оскомину что когда я вижу это сияющее солнце да ладно я на самом деле санта где ходе фотки фотоаппаратом зеркале даже солнце ловили да 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 классно и было время ты извинился перед лесом а передо мной чуть чуть не убил просто друга своего любимого ну когда он сбегал от него ну просто поцарапал ему кресло но все равно были опасненько она дала тебе второй шанс или да да значит все хорошо нет нет помнишь про охотников ее отец один из них ее отец он стрелил меня отец эллисон из арбалета насколько это звучит я хочу пострелять из арбалета уже который сериалы которые арбалет да вообще это такая это же тема и ческая она же тянется понимаешь испокон веков это считай как традиционная классическая можно сказать обрядовое оружие против нечисти да 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 потому что реально это же пошло с средневековья тогда арбалеты получили большее распространение по крайней мере в культурном каком-то сообществе на самом деле нет все еще луки тогда активно применялись но почему-то арбалет прям вот символ ассоциируется с какой-то да 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 ван хельсинга стрелял из похожей истории в общем прям оборотни вампиры и арбалеты мне кажется это одна большая история а как же еще осиновые деревянные колы искатели тоже арбалеты много ну искатель там всего много отец господи нет код остын все в порядке он же не узнал тебя да нет 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 наверно она про него знает я не знаю а вдруг знает это меня убьет чувак окей держи держи и думать только лакросси ладно мы договорились да вот именно мне так нравится что они живые ну то есть это я бы наверное вел бы себя также думаю да ну и опять же я хочу похвалить потому что все время такой разберусь с этой ситуации что тебе влук а же просто пацан который не понимает что с ним происходит очень красиво пубертат пока мне еще очень ставил знаю лицо он прям вот ну просто обычный друг обычный чел подросток да да какому персонажу все очень хорошо сделан давайте друг против друга джексон сегодня возьмись длинной палкой мне кажется их учителя пола кроссу приторговывает наркотой правда вот прям ощущение что он такой как-то лучше странная игра да ну да кажется что кто так играет на это для нас ну давайте быстрее гринберг начали макул чего ж ты ждешь давай макул макул ты все еще хочешь играть в нападении моя бабушка это быстрее бегает она мертва как думаешь ты можешь двигаться и сразу догнала шутку жуткая штука почему не получается не сконцентрирован на получение ресурсов своей фокусированной игре на это так работает чем бездыханный труп моей бабули за 3 я тебя не слышу да тренер тогда на исходную как его труп бабули вдохновил я не знаю еще а труп бабули что ли если мне шептали про труп бабули мне кажется я бы диаметрально противоположные какие-то ощущения испытал почему вы сейчас пытаетесь это обесценивать труба более вы пытаетесь с сарказмом все это вы с и вы наверное очень сильно переживать да я тоже так считаю вот такой да действительно так все мы сегодня мы не играем сегодня все убежал плакать волк который вот прям же за а что если реально ну снять русский на фильм про волк да про оборот обороте погода не кусает и ты такой волчебрат да это такой братан не делать так брат она недостойна брат брат за брата брата то есть те теки чисто начинаешь кидаться вот ты просто превращайся публик мэна как это цитата волк не тот волк а вот кто-то волк не хорошо иметь друг друга они хорошо иметь друга они друг друга какая-то такая хрень волча и да вот это вот была какая-то была такая я вообще я не придумала я не ставлю это под сомнение там типа иметь друга лучше лучше иметь друга чем друг друга вот в целом да макол повторит попытку макол повторит попытку только мертвая бабушка мертвая бабушка труп мертвой бабушки я сильнее его давай опа там суть игры толкать друг друга скотт ты как тихо 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 я не могу это контролировать что прямо здесь сейчас ладно вставай пошли давай как какой же он еще ноги так широко расставил и стоит такой максимальный персонаж 2010 года кожанка взгляд и очень очень узкие штаны он как типа знаешь здешняя версия дэймона сальватора ну типа внешне тоже кожанка джинсы футболка вот правда насколько я не знаю этого так персонажа как ты вообще не похож нет внешне типаж похож на дэймона не говорю что характером а типа как подобранный лук вообще мне почему-то я почему-то стыдно когда я на него смотрю я не знаю как это объяснить я такой как нелепо мне кстати дорог не особо всегда нравился не знаю как то параллельно к нему относилась давай сюда моя любовь будет оставил наверное это строим о и СТАЙЛС Блин, бедный стайлс, но он настоящий друг Прям такой, ну ладно, он был не в себе В следующий раз мне повезет Ты пытался убить меня, а я тебя предупреждал Из-за злости увеличивается пульс, такова природа Но это же Лакросс, а это довольно жестокая игра Будет еще больше жестокости, если ты убьешь кого-нибудь на поле Тебе нельзя играть в субботу, нужно уйти из команды Но я же нападающий Теперь нет Волчонок Сэлс просто хочет сам Да че сам-то? Он же запасной Сейчас мы уберем, а он такой, а теперь я здесь играю в Лакросс Я никого не убью Та незамеченная темная сторона дружбы Да Серия вторая Да не, я угораю Опять эти песни, за которые, блин, нас заплочат Эй, посадят У меня опять ночная смена Но в субботу я возьму выходной, чтобы прийти на твою первую игру Нет, мам, не стоит Нет, я могу и приду Да ладно, одна смена не сильно на нас отразится Пустяки Эй, а что у тебя с глазами? Как будто ты не спал несколько дней Да ничего Это от стресса От стресса? И ничего другого? Из-за домашки Я к тому, что ты же не принимаешь наркотики, да? Да Я рассказывала вам Я вам это рассказывала Это максимально бесячая тема Когда кто-то очень сильно хочет заподозрить тебя В потреблении запрещенных веществ Я когда учился, одна очень интересная вахтерша Максимально всегда была заинтересована Кто что употребляет Подозревала, Саша Всех подозревала А я максимально грустный чувак У меня глаза всегда грустные Грустные, обдолбанные глаза Просто потому, что я жизнью обдолбался, а не наркотиками В общем, это дичь какая-то И она все время такая А что, Саша? Он обожирал, да Спрашивал у других студентов У нас спрашивал Меня это оскорбляет до глубины души Одно дело, ладно, если бы так Но это не так Ты все равно их убеждаешь или себя? Кого ты сейчас убеждаешь? Я ее убеждаю, она сейчас смотрит Интересно, они волчонка снимают? Но все-таки он, скорее всего, употребляет И вот он, вот этот вот тоже Прямо сейчас? Нет, она такая Так, Саша, не употребляк Он был оборотнем Погоди-ка Что значит прямо сейчас? Ты что, их принимал? А ты? Это хороший вопрос Ложись спать А она-то, скорее всего, да Она-то все-таки Как поставить человека в тупик, а ты? Мне кажется, она реально Ну, есть же такой прикол, что ты хочешь для своего ребенка Всего, что не, ну, не желал бы себе самому Хочешь? Ой, наоборот Не хочешь Не хочешь ребенку того, чего сам раньше Ты знаешь Да Я уже попробовал Я знаю, что это плохо И поэтому уж точно тебе это не нужно И даже пробовать не начинаю Да, я буду так говорить про игру на гитаре Не знаю, почему Для меня это был негативный опыт А, да У тебя же тонкие, нежные пальчики И ты такая Я в кровь их вообще разнесла Это было неприятно Все для того, чтобы нравится мальчику Иронично, ведь я делал то же самое Косвенно, да Только для девочек Блин, мы понравились друг другу Дебил А ты что учил играть? Ой, я учил Типа Цоя? Какую Цоя? Блин, я Цоя Белый снег Фу, 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 фу Сейчас Вообще я по нотам Я же говорю Я по нотам прям работал А я по аккордам Вот это вот, типа Ривер Чё-то там Суверинг Я её прям играл. Бэлла с лалубой что ли? Да, да. Я прям... Нет. Я сейчас неправильно подпеваю, но у меня в голове правильно. Да, 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 её, её. Я прям её узнал. Прям хорошо получалось, серьёзно. Очень чисто. А ты знаешь песню Бахти под эту мелодию? Типа, давай представим, будто мы попали в сказку, будто я Эдвард, а ты Бэлла, и пусть опасно. Я слышал её в ВК и сразу же выключил. А я мечтала, чтобы кто-то её спел. Мне почему-то... Я не знаю, это, наверное, та часть меня, которую я не принимаю, но мне стыдно всегда. Я слышу, и мне такой, ой, как меня трясёт-то, а! И пусть что-то там ты будешь моей богиней, а я твоим личным сортом героина. Мне нравится, что волчонок раскрывает вот эти все волчьи приколы из детства. Знаешь, что, когда тебе 12 лет, это охрененная песня. Это мечта всей твоей жизни. Мне на тот момент уже было 15, поэтому... А, ну извиняюсь. Ты же в 15 охренеть как преисполнился. Уже другой человек. Ну ты 12-летняя мелкая щепка, и я. Ну ты не мелкая щепка, это правда. Пошла в задницу. Ты бревно большое. Так, заткнились, пошла нахер. Что ты выяснил? Ничего хорошего. У Джексона сломано плечо. Из-за меня? Из-за того, что он козёл. Но он сможет играть? Пока не знаю. Теперь у них вся надежда только на тебя. Это маг? Это маг, я вижу. Первый раз, блин, я бы увидела. А не ты. Я просто посмотрела на мушку. Я вот думаю... Да нет, это прямо... Это маг. Это же, да, это прямо с 12-го года. Слушай, вопрос. Где Дерк? Стоит. До сих пор. Где-то? Нет, он уже в другом месте. Он просто... Напротив его дома. Да, да, да. Ждёт, когда у него спросят, как она исправится с тем, что со мной происходит. Реально, мне кажется, что мусор пойдёт выбрасывать он такой. Там Дерк. Это смешно. Что? Давай за косплеем Дерка. Что? Что происходит? Я пугаюсь. Кажется. Кажется, что? Походу, реально Дерк. Слушай, очень страшно будет. Ну же. Чёрт. Кажется, сзади тебя кто-то есть. Чего? Реально Дерк. Он был не на улице. Он стоял вот так вот. Насколько ты угадал? Какая дичь. Я видел тебя на поле. Что? О чём ты говоришь? Ты изменился прямо у них на глазах. Если они поймут, кто ты, то они узнают и про меня, а потом обо всех нас. И нас уже будут преследовать не только охотники, а все подряд. Но они ничего не видели. Я глянусь. Все подряд. Школьники, учителя. А я их боюсь больше, чем охотников. Блин, я тебе скажу так. Когда они вместе соберутся, это страшная сила. Ну да. Отряд учителей. Охотники, учителя. Я представляю. Знаешь, в высокой прическе какую-нибудь математичку с арбалетом. В это, в твидовом костюме. Да, 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 да. Плетёнка такая. Розово. Я почему-то представила эту Амбридж, или как её с Гарри Поттера розовую. И причём она целится, ну, не от плеча, а вот так вот. Извиняюсь. Всё нормально. Увидят. Потому что, если ты будешь играть в субботу, я сам убью тебя. Ничего себе драма. Всего-то не играть. А то, что он в школе может на кого-то разозлиться, и тоже озвереть и убить кого-то. Почему бы в целом не дистанцироваться, раз уж ты? Там он вообще в шлеме, никто даже ничего не увидит. Он в прошлой серии обещал помочь ему себя контролировать. Где первые уроки? Ну, первый урок я тебя убью, блин. Первый урок это страх. Да. Страшно. Очень страшно. Что значит, ты не можешь играть завтра? Это значит, что я не могу играть завтра. То есть ты не можешь дождаться, чтобы сыграть завтра? Тренер, я не могу играть завтра. Не понимаю. Ну, это из-за личных проблем. Из-за девушки? Нет. Из-за парня? Не, ну а чё, наш вратарь Денни гей? Нет. Да, я знаю, но дело и в этом. Тебе не кажется, что Денни очень даже симпатичный? Да. Тренер прикольный. Он начинает небольшого шумащения. Реально какой-то обдолбанный, толерантный сексист. Толерантный сексист? Да. Но ты чувствуешь, что он прям такой? Ну, может быть. Наверное, он симпатичный, но и не такой. Короче, дело не в этом. А в чём? Может, наркотики? Метамфетамин? У меня был брат-наркоман. Видел бы ты его зубы. Все поломанные, гнилые. Зрелище ещё то. Господи, как он? Поставили виниры. Так вот ты о чём. Ты боишься боли, Маккол? Нет. Я не могу контролировать агрессию. Ух ты, это же здорово. Именно поэтому ты играешь в лакросс. Проблема решена. Тренер, но я не могу завтра играть. Слушай, Маккол. Одна из задач нападающего быть всегда на острие атаки. Если тебе это слабо, то твоя участь сидеть на скамейке, пока не будешь готов. То есть, если я не буду играть, я не буду нападающим? Маккол, просто играй. Ну, это же логично, ты же не будешь играть. А что он рассчитывал, что он не будет играть? Ну, со всего лишь одного пропуска. Да ладно, он же такой хороший игрок. Зачем так прям в суру? Нет, в смысле, а дальше он как собирается играть? Дальше он не будет проявлять агрессию, только в субботу будет агрессивным? А, да, кстати, ему же... Ну, уже и так нападающий. То есть, в этот раз он не сыграет, а в субботу. Он же собирался уходить. Он же с сыном теперь должен уйти из спорта. Отпросилась с работы, приду на игру, я так рада. Привет! Привет! Занят? А, нет, нет, мама звонила. Так, пустяки. Короче, забудь. Для тебя я всегда свободен. Мне это так приятно. Слушай, мне пора бежать на французский. Да, я завтра обязательно придумаю твою игру. Правда? А потом мы все пойдем и погуляем. Ты и я, Лидия Джексон. Будет здорово. Можешь взять Стайлза. И займем мне место на авиа, я побежала. Интересно, да, если вы встречаетесь, то ты автоматически или она автоматически дружится с его друзьями. Мне кажется, он не очень хочет с Лидией Джексон. Я тоже это почувствовал. Я как-то даже сам не знаю этих. А, нам же их показывали. Мерзкие ребятки такие, очень заносчивые. Ну, Лидия прикольная. Не знаю. Но ты знаешь. Лидия та, которая нравится Стайлзу. Я понял, о чем ты. О ком ты. Боже. Что-то резко все пропали. Что-то будет не так. Что это? Дерек? Опять Дерек, наверное. А, он ей вернул ее, наверное, пиджак с прошлого раза. Он же ее довез домой. А что не так с этим пиджаком? Ну, его там не было, он да, появился. Мне так кажется. Я не знаю. Это правда, что ты завтра не будешь играть? Да не буду. А я думаю, будешь. У них тоже есть парные задания у доски. Ну, да, наверное, да. Дичь, это самое стрёмное. Я вспоминал, когда я выходил, у меня полностью пустая башка. Да, слушай, парные не так страшно. Наоборот, вы такие друг друга страхуете. Если еще оба ничего не знаете, вообще зашибись. Вы такие, а ты че? А когда ты одна стоишь и ни хрена не понимаешь. Это было страшнее. Особенно после того, как ты врезался в моего парня и травмировал его. Он сам виноват, потому что врезался в меня. Джексон завтра тоже играет. Но он не будет так же хорош, как всегда. А я встречаюсь... Только с лучшими. Здорово. А это значит? Что я встречаюсь теперь с тобой. Да не, она не подкатывает к нему. Нет? Ну, я думаю, что нет. Нет? Это же очевидно было. Ну, не знаю. В смысле? Это же очевидно. Ну, давай, посмотрим. Ну, она же есть в кино такой архетип. Девушка, которая приз главного героя. Да, да, да. А она спокойно чувствует себя в этой роли. Я не думаю, что ей нравится, как его зовут. Наш главный герой. Главный волчонок. Ты че забыл, как его зовут? Да, прикинь. Ну, те стыда должно быть. Что? То я? Да, как его зовут. Я не знаю, как его зовут. Как его зовут? Его зовут? Биа Вульф. Да блин, это понятно, что я его сам зовут. Ясно. Я встречаюсь с капитаном команды победителей. А если они начнут сезон с проигрыша, это будет означать, что я встречаюсь с капитаном проигравшей команды. Вот, видишь? Я встречаюсь с лузерами. Один проигрыш никого не убьет. Может, это даже спасет кого-то? Ладно. Не играй. Скорее всего, мы все равно выиграем. Тогда, как планировали, мы пойдем гулять. А уж там я познакомлю Элисон со всеми сексуальными парнями из команды. А Скотт Маков останется дома, ища порно в интернете. Мистер Маккол, вы даже и близко не находитесь к решению этой проблемы. Мне нравится. Как символично. Да, да, очень здорово. Еле это не знать. Иди сюда. Ну что? Сюда. Скажи мне, а о чем они говорят? Это я, когда спрашиваю у тебя, о чем говорят. Каждый раз проходят люди, которые говорят не на русском. Саша такой, о чем они говорят? Ну, а я из всех этих множеств языков знаю только армянский. И где-то 25% из всех моих запросов она отгадывает. Ну да, потому что иногда 25% как раз разговаривают армяне. Ты их слышишь? Нужно, чтобы все несовершеннолетние были дома к половине десятого. Мы хотим вести комендантский час, причем немедленно. Слушайте, мы не... Они вводят комендантский час. Невероятно! Мой отец ищет бешеного зверя, в то время как от морозок, убивший девушку, просто гуляет где захочет. Но ты же и не расскажешь своему отцу о дырке. Я сделаю другое. Например. Найду другую часть трупа. Ты издеваешься? Ой, это сколько времени прошло с того момента, как ее расплавили? Ну, два дня. Мне кажется, даже больше. Ведь неделями уже прошло. Это не первый день и не второй. Ну, по крайней мере, с прошлой серии прошел день. Разве? Ну, в следующий день, да. Ну, да, 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 да. Ну, до этого-то было... Да, 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 да. Мне кажется, где-то неделя прошла, по ощущениям. Может быть. И плюс еще кто это сделал? Дерек? Я не знаю. Крешь. Это Элисон. Привет, приятно познакомиться. Она новенькая, недавно переехала сюда. И как тебе тут? Мне нравится. Лидия знакомит тебя со всеми? Она невероятно мила со мной. Интересно, почему? Может, она понимает, насколько отстойно быть новенькой? Откуда это у тебя? Мой жакет? Он был в шкафчике. Точно! Он же не мог его вернуть. Его пристрелил тогда ее папаша. Ему было точно не до этого пиджака. Нет, это Дерек вернул. Да, это, получается, вернул Дерек. Он же его, собственно, и украл. Да. Очень было, да, как будто... Когда вы даже не встречаетесь еще толком. И о чем вы говорили? Мужчина тебе не разрешал. Так агрессивно едет на велосипеде. Дерек! А Дерек реально там живет? Ничего себе у Дерека какая будка. Большая, огромная, трехэтажная, деревянная будка. Вторая половина трупа. Не приближайся к ней. Она же ничего не знает. Да? А если знает, думаешь, твой дружок Стайлз погуглит, и у тебя будут все ответы? Ты, кажется, не понял, Скотт. Я присматриваю за тобой. Давай прикинем. Ты на поле. Агрессию не удается сдержать, и ты начинаешь превращаться. На виду у всех. Матери, друзей, и когда они тебя увидят... ...все тут же рухнет. ...загадочное исчезновение у Дерека. Что нашел? Где нашел? Как нашел? И да, я принял много Адерола. Я кое-что нашел у Дерека Хэл. Ну, не тяни, чего? Там кто-то похоронен, я почувствовал кровь. Это же круто! В смысле, ужасно. А чё кровь? Я не знаю. Но если мы узнаем, твой отец пришьет Дереку убийство. А потом ты поможешь мне выяснить, как играть в лакросс без трансформации. Потому что я без него не могу. А почему этим Дерек не занимается? Он же взял за него попечительство. Да. Второй раз задаю этот вопрос. Он считает, наверное, что он не сможет с этим справиться. Ему лучше отгородиться в целом. Ну, он ему обещал в лесу. Ну, да. Потом Дерек же не убивает людей направо и налево, правильно? Он, типа, сконцентрированный весь такой. Слушай, так это вполне мог убийство совершить Дереку и порвать эту девчонку. Но, опять же, женщина – это такой образ, ну, то есть, это вот жертва. То есть, женщина всегда жертва. А что, если эта женщина не была жертвой? Что она была охотником? И он располовинил охотницу. Да, смотри, блин. Не угадал, да? Не угадал, угадал. Нет. Больница Бэкон-Хиллз. Ладно. Ну что ж, удачи. Господи, это так мило, он пришел его навещать? Кто он? Ну, нападающего. Нет, он пришел в морг. Я так поняла. Там было написано морг. Да? Ну, мне может показалось. Это же больница, в которой лежит его переломанная... Да, это она пришла его навестить, своего парня. А они пришли в морг, как я поняла. Привет, Лидия. Ты, наверное, не помнишь меня? Я сижу за тобой на биологии. В любом случае, я всегда думал, что между нами есть какая-то связь. Безмолвная, разумеется. Может, было бы неплохо узнать друг друга немного получше. Чего? Подожди секундочку. Я ничего не поняла из того, что ты сказал. Может, повторишь? Нет. Прости. Я присяду. Не парься. Ну, ладно. А что это было? Наушник. В 2010 году? Ой, слушай, я помню с 90-х вот эти вот хрени ушла. Нет, это гарнитура, да, которая по телефону. Ну, может, это она тоже была гарнитура, да. Или наушники. Были в 2010 году наушники, но они были такие редкие, что прям вообще, ну, как будто их и не было. Блин, прикольно, если это были наушники. Ну, вон, морг, видишь? Да, вижу. Маркуя. Маракуйя. Манго-маракуйя. На хрена им тело этой девушки? А я думаю, он хочет следовать. Да, чтобы проверить это. Она лежит в том гробике из песочка. У нас холодильник так же откроется. Борозилка. Блин, реально стрёмно. Будет нюхать её ноги? Ты сделал. Он сказал не привыкать к этому, но один укол кортизона мне не навредит. На всякий случай сделай ещё один перед игрой. Профессионалы всегда так делают. Или ты хочешь быть школьником-любителем. Или Ты хочешь стать профессионалом? Ой, ужас. Чё, не вряд ли тебе такой образ, да? Всё, он читает. Менструальный цикл. Блин, стоялся реально крутой чувак. Твою ж. Господи. Запах был такой же. Ты уверен? Да. Значит, он похоронил остальную часть тела на своём участке. Это значит, мы можем доказать, что он убил девушку. Давай это проверим. Как? Сперва ответ. Ты ввязался в это, потому что хочешь остановить Дерека, или потому что хочешь играть, а он тебе запретил. У неё все ноги были искусаны. Ладно. Тогда нам нужна лопата. Почему сразу не позвать, блин, полицию? Типа, у нас есть подозрения, да, анонимные. Типа, здравствуйте, я аноним. Анонимус. Вот он 200 рублей. Зацените маску. Я не знаю, ну. Там на участке Дерека Хейла. Ну, допустим, они откопают её, хочешь сказать. Что они будут делать с этой частью группы? Да, там уже будут их отпечатки. Это же нельзя так делать. Как можно доказать, что это не вы её закопали? Обратно. Да, да. О, ну, конечно же, волк будет конять на Шевроле. Шевроле? Да. Камара. 2000, кажется, седьмого года. Мне нравится это максимальный конечный склейка. Вот такая крутая тачка. И вот, ребятки, Дерека, столько денег. У него классная тачка, но он всей какой дом раздолбанный. Так от него дом. И тачка может быть не его. Почему-то кажется, что они заработали, да? Они же могут свернуть шею владельцу эту тачки и гонять дальше. Подожди, что-то не так. А как? Я не знаю. Давай просто сделаем это. Там, походу, нет уже ничего, да? Я в целом не понимаю, зачем копать. Я тоже. А ещё я не понимаю, почему ты не боишься, что он вернётся. Ты же не знаешь, насколько он уехал. Да, не знаешь, насколько он уехал. Может, он уехал в магазин, просто в пятёрочку. Который рядом вообще. Купил, что нужно, и вернулся обратно. А там уже всё раскопали. Это слишком долго. Да копай ты уже. А что, если он вернётся? Тогда мы убежим. А если он нас поймает? У меня есть план. Какой? Ты бежишь в одну сторону, я в другую. Кто попался, тот трупан. Фигня, твой план. Идеально. Эй, стой, стой. Они руками будут? Прям лопатый в трубах, прям хрустнуло. Ну, а не как это соберни? Господи, ладно, всё. Они сейчас руками будут разгребать. Вот она. Это её запах. Блин, вы серьёзно? Ну же, я пытаюсь. Он, кажется, тут узлов девятьсот навязался. Поднадужимся. Это вампир. Какой вампир? Почему? Почему мы забываем, что если есть оборотни, то должны быть и вампиры? Здесь нету. Это и не янь, они неразделимы. Это, смотри, да, вторая половина вампира. Взял, завязал его на волшебном узелке и бросил. Здесь нету вампиров, по-моему. Вообще? Я не помню. Не помню, что были вампиры. Должны быть. Должны быть. Мне страшно. Хотя я вроде как помню. Свинтус? Нет, не свинтус. Это волк? Подожди, стоп. Я подумала, это свинья. Да. Нет, стоп. Это не свинья. Это волк. Это волк. Просто грустный какой-то. Ладно. Если, подожди, стой. Если это ее запах. Это его любовь. И он похоронил ее рядом с собой. Половина. Это что за охрень? Это волк. Ну, я это как бы вижу. Я-то думал, ты почуял кровь. Человеческую кровь. Я же говорил, что-то не так. Это бред какой-то. Давай валить отсюда. Ага. Давай, помоги накрыть. Ты чего? Ты видишь этот цветок? Ну и что? Думаю, это волчий агонит. И что это? Ты когда-нибудь смотрел Человека-Волка? Нет. По лунам Ченни, младшим. Клодам Рейнсом. Это же классический фильм про оборотней. Нет. И что? Какой же ты еще неопытный. Нет. 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 Ого, что это вообще такое? Блин, я никогда не помню. Ого. Какая себе. А, дуреть. Она стала девушкой? Да, второй половиной. Ты был прав, получается. Это был оборотень. Я не помню. Я не помню этого вообще. Круто. Получается, можно с помощью магии, ну, цветка и веревки, вернуть обратно человека, превратившегося в... Точнее, превратить его обратно в волка, даже мертвого. Да, 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 да. Ну, а давай посмотрим, так это или нет. Сталин. Сталин. Получается, она не была жертвой оборотней. Она и сама была операми. Скорее всего, может, ее охотники располовинили. Но охотники же не промышляют именно располовиниванием. Так вот теперь я смогу пойти на футбол. Я не понимаю, почему он его сдал. Ведь мы с тобой сидим и задаемся вопросом, кто эта девушка. Пришли к выводу, с помощью Сталза, его манипуляции, что это оборотень. И следующая мысль. Зачем одному оборотню убивать другого оборотня, если... Не поделили что-то. Вполне может быть. Вполне, вполне. То есть его бывшая, например, она. Или она украла у него цитату. И присвоила себе, выложила на свой паблик. Не, ну смотри, реально странная ситуация. Одно дело, если бы это был обычный человек, можно было бы заподозрить в убийстве этого волка. Но здесь же причина смерти не может быть только из-за другого волка. Да даже если и так. Это же не твое дело. Но он же все равно считает, что Дарак злой, и ему нужно на футбол. Поэтому Дарака нужно устранить. Какая-то очень странная. Очень странная ситуация. Дарак злой, и ему нужно на футбол. Нет. Черт. Итак, чтобы ты знал, я тебя не боюсь. Ладно, боюсь, но это не важно. Я просто хочу кое-что знать. Девушка, которую ты убил, она была оборотнем? Она была другого вида, да? В смысле, она могла превращаться в настоящего волка, а Скотт так не может. Ты поэтому ее убил? Почему ты так беспокоишься обо мне, когда у твоего друга проблемы? Когда он обратится на поле, что ты думал все сделают, а? Продолжат выкрикивать кричалки? Я не могу заставить его не играть. Но ты можешь. И поверь мне, ты сам этого хочешь. Ну-ка, стой здесь. Мне кажется, это его девушка. Это очень грустная, наверное, история, но это правда кажется. Я реально не помню. Возможно. Как ты думаешь, что ты вытворяешь? Я пытаюсь помочь. Ага. Ладно. Тогда объясни мне, как именно вы нашли это место. Мы искали инкалятор Скотта. И когда же он его потерял? Той ночью. Той ночью, когда вы искали здесь половину труб? Да. Той ночью, когда ты сказал мне, что ты один и Скотт дома? Да. Нет. Вот черт. Так ты соврал мне. Так мы кинули тогда Скотта. Реально, та история все еще не дает мне покоя. Почему Скотт боится его отца? Ладно, наверное, сейчас нам объяснят. Из-за того, что считать ложью. Я считаю, что ложь это сокрытие правды. А что по-твоему? Неправильное произношение слова «класть». Шел бы. С радостью. Эх, ложь. Там, видимо, своя какая-то шутка была. Ничего не могу найти при использовании волчьего аконита при захоронении. Ищи лучше. Может, это какой-нибудь ритуал или еще чего. Типа, как, например, когда тебя хоронят, как волка. Или, может, это особый способ. Надо же знать, вдруг это пригодится. Добавлю к склерозе. Вдруг это пригодится. Сразу после найди ответ, как мне сыграть сегодня. Может, это специально для оборотней девушек? Да прекрати их. Прекрати что? Перестань говорить об оборотнях. Перестань этим наслаждаться. С тобой все нормально? Нет! Не нормально! Я далеко за пределами нормального. Тебе все равно придется признать это, Скотт, рано или поздно. Я не могу! А придется! Нет! Я не могу дышать! Тормози! Блин, ну мне то же самое, когда меня укачивает. Те же ощущения. Да, не могу дышать, останови. И превращение. Все нутро лезет наружу. Что происходит? Ты взял это? А что мне оставалось делать? Останови машину! Ладно. Вот и все. Ты можешь... Скотт? Скотт? Стайлс, ты же знаешь, что сюда нельзя звонить. Я же на дежурстве. Мне нужно знать, не поступали ли какие-нибудь странные сообщения. Ты о чем? Ну, например, о странном человеке или о ком-то похожем на собаку, бегающем по улицам. Я вешу трубку. Нет, подожди, подожди, подожди. Пока. Спайдер-мен. Спайдер-мен. Ой, какой же он уродливый. Реально он такой уродливый, когда он оборотень. Там я не помню, вроде подосправилась немножко к какому-то сезону или нет. Опять же, мы понимаем, что бюджет, мы понимаем, что... Я помню, там была волчица, которая прям полностью превращалась в волка. Ну, там, короче, были моменты, когда они прям хорошо рисовали волков именно. А вот это, хз, что? Какая же сраная. О, ты же его отец! Блин, почему я так испугался? Не знаю, просто мне, я бы, я бы, я бы, да усрачки боюсь отцов-охотников. Знаю, какой-то мой пунктик. Боже мой! Пап, какого черта ты делаешь? Он как-то неожиданно выскочил, Эльсон. Ты хотел его убить? Нет, конечно, нет, он просто выбежал на дорогу. Простите меня, я сам виноват. Ты в порядке? Да, все нормально, честно. Простите за машину. Я просто хотел поздороваться. А у охотников нету такого прикола, что у них есть профдеформация, да, он такой... Слушай, пахнет, пахнет псиной. Псиной, пахнет. Псиной пахнет, дочь, ты чувствуешь? Слушай, собака воняет, нет? Ну, по идее, должна быть, но вроде как нет. Ведь ты превращаешься, у тебя тело меняется, наверное, тоже железо твоей волчьей что-то выделяет в ткань, в одежду. Я бы на его месте, наверное, что-то заподозрил, как минимум. Ты точно в порядке? Да! Да, в полном порядке. Мне пора. Скоро начнется игра. Ты же придешь? Ну, конечно. Мы придем вместе. А возможно, он и заподозрил. Ну да, такой... Предусмотреть на него в агрессивной ситуации. Вдоху, обороти. Опять будешь убеждать меня не играть? Просто надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. Если я не буду играть, то потеряю место в нападении и Элисон. Элисон никуда не денется. Это всего лишь одна игра, в которой не обязательно участвовать. Я хочу играть. Я хочу быть в команде. Хочу встречаться с Элисом. Я хочу нормальную, ненормальную жизнь. Это ясно? Ясно. Просто постарайся не заводиться на поле, ладно? И не злись. Попробую. И не напрягайся. Ясно. И прошу тебя, не думай об Элисон. Или о ее отце, который пытался тебя убить. Или о Дерке, который пытался тебя убить. Или о девушке, которую он убил. Или о том, что ты можешь кого-то убить. Если охотники не убьют тебя раньше. Прости, я больше не буду. Ну, знаешь, ты, кажется, это его план. Да, да, да. Типа, довести его, чувак. Слишком много рисков в этот раз. Удачи. Ну, ладно, мне нравится, как они построили экспозицию. Они все подвели к тому, что у нас есть персонаж с проблемой. И все буквально весь год. Все пришли посмотреть у него. Девушка, друг, папа охотник с арбалетом. Скорее всего, он держит его при себе. Все пришли посмотреть, на что же будет. Слушай, мне не хватает только Дерека. Но мне кажется, он сбежал и тоже решил посмотреть, что будет. Скотт, я хочу, чтобы ты запомнил кое-что. Победа еще не все. Никто не любит лузеров. Как плечо? В порядке. Еще болит? Нет. Слушай, а если я посильнее врежу, тебе будет больно? Возможно. Слушай, иди туда. Сделай все в лучшем виде. Если тебе больно, то просто... Просто продолжать играть? Моя школа. Звучит, как будто не совсем правильный подход. Пожалуйста, пусть все будет нормально. Умоляю. Ну вот ты как думаешь, ребенок? Привет, ребенок. Как думаешь, увидим мы сегодня экшен? Экшен? Возможно. А, еще и полицейский пришел, да? Подожди, стой. А почему он подошел к нему? А кто это был? Это же не его отец? Умоляю. Внимание! Умоляю. Точно с тобой отхватим за музыку, блин, реально. Ну, что поделать? Ну, ты как считаешь, будешь что-то жесткое? Он превратится или нет? Ну, вот вопрос. И, понятная идея... Ну, знаешь, как я... Слушай, я точно понимаю, что он, раз уж что к этому ведет, что сейчас он себя сдерживает, у него ничего не получается, потом такой, нет. Здесь же моя мама. Здесь же моя девушка. Здесь же мой будущий зять-охотник-арбалетчик. Здесь еще мой... Тесть. Тесть. А, да. Это он, зять. Это он, зять. А то, да, блин, я путаю эти все... Очень страшно. Я еще, знаешь, что думаю? На самом деле, даже если он превратится в эту херню, то не видно ничего. Да, она скрывает... Волос не видно на теле. Видна же только твоя масочная непонятная наклеенная рожа. Да, да. Ну, то есть в темноте тем более, разглядеть это. Да. И причем ты максимально далеко... Ну, да, чувак немножко скривился. Он, ну, злой, недовольный. Да, да, да. То есть вообще, ну, как будто бы не так палевно прям. Не знаю, что Деррак переживал. Именно. Я думаю, что он превратится, что-то пойдет не так. Никто не заметит. И как всегда его оттуда вывезут, потому что нам два раза показывали. Хотя, может быть, они нарушат этот шаблон. Молодчина, Джексон, вы победите! Вперед! Вперед! Моя мама такая всегда. Я, конечно, приду, и я это не моего сына, но все равно я так горжусь, и хоть его здесь могут и убить. Вот, показывала... У него пока плохо получается играть здесь, там Джексон, или как его, да, Джексон, там, ведет пускай игру. Да, да. А, подожди, стой, так она мать переживает не потому, что ему шею свернуть, а потому что у него не получается. Я неправильно интерпретировал ее разочарование. А, блин, это обидно! We love you, Джексон, капец! И он такой, ах ты мразь! А она даже не видела, что это за транспарант. Да не, она видела, ну такая, почему у него помочь подружке подержать плакат ее парня. Сама-то могла бы тоже плакат написать, типа, Скотт, молодец! Но они не настолько, чтобы прям плакаты рисовать. Ну да, но сейчас Скотт выбесится из-за этого и превратился в волчонка. Мы любим тебя, Джексон. Стайлз должен был встать. Я люблю тебя, дружище! Не слушай эту суку! Я твой друг, Стайлз! Только я! Я всегда был рядом с тобой! Ну как, ну все хорошо. Да, пришел в себя. Да. А вот это вообще жесть! Все через меня! А если ты закрыт? Кто, капитан, ты или я? Джексон, хорош! Чувак, я просто хочу выиграть! Выиграть! Но, что я сказал? Что я сказал? Не посылать макулу! Сговорились мы против него. Все, вам капец, вам пипец, вам все. Он сейчас вас всех на крошечки разнесет. Я в порядке, парень! Мне музыка отряжется. Да, я в порядке. Я волчонок. Волчонок не звучит, да? Как-то урожающе. Как будто... Грозно. Да, волчонок. Пульс волчонок. Щенок. Почему вы не назвали щенком, а? Сериал Щенок. Первая серия, первый серий. Мне очень нравится бит-то слышь, как? Это типа сердце. Пульс. Я хочу найти этот саундтрек. Найдешь. Нам там вывез... Да, нам вывез... Вы нарушаете права вот этого саундтрека. Нам вы светиться. Добавишь себе плейлис. А кто из них, Скотт? Номер одиннадцать. Иначе говоря, это тот, кто не поймал ни одного мяча за всю игру. Надеюсь, он в порядке. Лучше, чтобы и так. Нам можно выиграть. Элисон, поможешь. А зачем помогать, Элисон? Ну, поддержать плакат. Можно и самой поддержать. Он сейчас вообще увидит, разозлится. И он такой, все, Джексон, тебе конец. Я буду играть не против белых, а против тебя. Вниз. Внимание. Внимание. Стой! Он перепрыгнул его? Да, через двоих, по-моему. Он перепрыгнул через двоих. И, опять же, сидит папаша такой, очень талантливый чувак. И нифига не удивительно. Не сверхъестественная. Абсолютно нормальная ситуация. Я делал так же, когда был молод. Маколу! Пасуйте Маколу! Маколу! Вниз. Тоже, да, странно? Джексон до этого забил три этих... Пять, пять там, кажется. Пять или три. Я не знаю, как у них там очки считаются. Сколько это там голов он забил. И все, ну, все окей. И сейчас он забил первый свой гол за всю игру. И все такие, по сути, Маколу! Нет, все нормально, потому что он же... Разогрелся? Разогрелся такой. Все, 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 мы уже видели его в деле. Пришло время выпускать «Бычка». Давайте кидаем Маколу все. Слушай, я не понял, игрок команды соперника только что передал нам мяч? Да, Адриня, это невероятно. А, он же внушать умеет, типа, да? Внушать? Мне кажется, он просто обосрался. Такой вариант тебя устраивает? Не, подожди. Про внушение ничего не говорилось. Это привилегированная фишка вампиров. Он умел внушать животным. Ну, тот пацан, наверное, тот еще козел. Просто кролик. Интересно. Кролик. Пробить плетеную сетку? Нихрена. Не, ну отец должен заподозрить, мне говорят. Не зря же он пришел, он заподозрит. Да тут магия просто происходит. Во-первых, вообще, вот в целом, это какая должно быть ускорение, что со скоростью пули должна лететь, чтобы она разорвала сетку, и причем без отдачи. Да. И вырвать должно было из рук. Ну ладно, это оставим. Ну вообще, в целом, ничего не заподозрит никто. Давайте, а ты подозрил. Да, да, отлично! Молодчина, Макол! Что? Мяч же в воротах! Мяч в воротах! Это наше очко! Последний гол. Вниз! А че с темы с твоей командой? Че он принимает? Я не знаю. Пока. Внимание! Слушай, мы с тобой не правы, там реально все видно. Но нам-то видно, что у него все лицо какое-то странное, перекореженное. Ну вот камера вблизи нам показывает. А там в движении можешь и не заметить. Не знаю, мне кажется, это заметно. Нет, Скот, нет, нет! Давай, давай, давай! У тебя получится! А он слышит их? Мне кажется, он его застрелил. я прищемила губу до заколкой нафига ты сделал такой напряженный был момент это себе губы прищемляющим лишь ущемляю что там было но он победил да я видела серьезно что вы о господи нахрена ты при всех снял блин это полива максимальная техника в курсе существования оборотней это должно многое сказать ну мы знаем о существовании оборотней что случилось до отец могут догадаться но мне кажется так и произошло потому что почему ему не догадаться уж столько лет работает с пёсьями рожек сейчас будет сцена на автобусной парковки как так отразилось скот скот и здесь теперь я начинаю понимать вас девушек которые боятся вечером идти домой это страшно выглядит он выглядит знаешь ну тупо но страшно мне кажется это и пугает ну что уйдешь уже сейчас будет резкий страшный момент скот ну знаете же вот эту музыку кто-то напили играть вообще мужская раздевалка на еще она вошла неожиданный момент как я такое ненавижу саша прости прости я не удержался я прости прости я знаю на хрена ты это делаешь соблазн учит всегда большой да пошел ты эй ты в порядке ты напугал меня ты в порядке да прости меня сильно испарилась голова извини голова болит возможно это давление ты был великолепен прости за мое странное поведение ладно надеюсь я это переживу если честно я из-за этого переживаю из-за чего? ты не поверишь я хочу быть уверен что у меня все еще есть шанс он уже и есть я просто жду пока ты им воспользуешься на себе прикольно тогда может лучше использовать этот шанс может быть что? как стыдно какая-то очень какая-то очень неуклюжая порнушка начинается какой-то мир непонятный но он смотрит не для того чтобы палить как его друг целуется а чтобы убедиться что он все в порядке он контролирует ситуацию вдруг что оттащить они пора возвращаться к папе ну это так мило ну миленько же но вот эти разговоры перед поцелуей были странными слушай это нормально это нормально им же по 16-15 да? сколько они? да-да-да да-да-да на наш-то разговор я 25-летняя старуха конечно для меня это уже сейчас там уже профессионал мы уже знаем как правильно что зайти из какого угла типа одна тут отдыхает ой как здорово показали он еще и еле ходит такой это вот маленькая деталь но очень приятно я поцеловал я я видел она поцеловала меня это тоже это же здорово поцелуемся я не знаю как но я контролировал это я остановил это возможно я справлюсь и все не так плохо да потом обсудим что? ты что меня ударил? ты что ударил меня? нет я просто пошутил про поцелуй он такой стой а я подумала наоборот он такой пожалуй я с этим справлюсь и он его типа толкнул я такой ты что ударил на меня я опять превратился на рыжую медэксперт осмотрел вторую часть трупа что мы нашли скажу просто медэксперт определил что убийца животное а не человек а Дерек человек а не животное Дерек не убийца и его отпустили прикол убили в форме волка получается и это исключает ту нашу гипотезу что убили его охотники да значит убил другой оборот вине мне кажется это не Дерек другой оборот понятное дело что это не Дерек слишком легкий ответ чтобы это был Дерек нас же специально водят видимо есть еще какой-то волчий клан братишка я помню вспоминать и шутишь нет оказывается не все так просто папашка рассказал про ту девушку расчлененную ее звали лаура хэйл хэйл сестра дэрека интересный факт я же говорю что-то там замешано очень тесное и нежное с дэрком и этим несчастным бедным трупом вот кстати лежит эта перчатка да вот он же внутри в руки его превращались в руки клешни по-любому по-любому какие-то следочки остались дырочки на к сейчас отец найдет и поймет все или не отец а тот чел джексон такая склейка подходит опять же представь что это долго длится подходит только это я сделал эти дырочки дай сюда и уход не оборотень переведен хотел больше слушай мне очень нравится этот сериал он прям реально кайфовый сколько там сезонов пять шесть двадцать шесть сезонов шесть сезонов по двадцать две серии по-моему каждой знатный кайф что мне все очень нравится пишите в комментариях чё как вам я под большим восторгом будем смотреть дальше тем более потому что нам всем заходит я так понимаю напишите в комментариях вообще хотите вы дальше смотреть этот сериал здесь на ютубчике если если у вас есть желание поставить лайк то для нас это будет показателем потому что просмотры это не всегда ну грубо говоря вы могли не досмотреть там посмотреть первые две минуты забросить потому что количество просмотров грубо говоря не показатели а вот лайки показатели поэтому мы не просто видим но еще и кайфуем желательно приятно ответить да но не всегда комментарии когда я слишком много но когда получается отвечаем получается ну в целом вот так вот все ребятки спасибо что посмотрели с нами было очень здорово я я я я знатно кайфанул будем смотреть третью серию однозначно несмотря на ваши лайки и дизлайки все ребятки до скорой встречи пока пока пока